Жители взорвавшегося дома в Сара не могут лишить прав собственности. Напомним, взрыв произошел еще в 1998 году. В результате происшествия спасателями были обнаружены 18 погибших. Сегодня же местные власти обвиняют самих жителей пятиэтажки и хотят передать квартиры в коммунальную собственность. В проблеме разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. История положила свое начало еще в 1998 году. Пострадавшие рассказывают, что мощный взрыв газа в пятиэтажном доме случился прямо на их глазах. Пятые и шестые подъезды сгорели полностью. Но это не самое страшное. В результате происшествия погибло 18 человек, рассказывают негодующие жители. Погибших было 18 человек. Никакого суда не было. Вы представляете, 18 человек погибли. Никакого суда не было. Заткнули людям, оставшимся живым, эти деньги. А представляете, кому, как жить, если вся семья погибла, а один человек остался. Как будто мы, значит, бросили, способствуем разрушению этого дома. Как мы способствуем, если мы вынуждены были уехать, потому что стены перекосило. Посмотрите, заснимите крышу. Посмотрите, какая трещина. Это же вообще. И теперь мы, значит, разрушаем наш дом. Так как существовала угроза обрушения конструкции, жители были просто вынуждены покинуть свои законные жилплощади. Все коммуникации были повреждены. Затопленные квартиры, да еще и света нет. В таких условиях они жили три дня. В то время, когда шокированные люди приходили в себя, местные власти занимались мародерством. Дверь стояла. Зашли в подъезд, а двери у нас уже в квартире нет. И начали пол уже там срывать. Мародерство. Несчастные жители даже вещей не успели собрать. Вытащить свод-вот обрушившегося дома было для них настоящей пыткой. Я попала в больницу со своими детьми. Мы зашли, привез меня муж на третий или четвертый день с больницы, специально, чтобы забрать хотя бы документы. Как рассказывают жертвы истории, местные власти обещали восстановить дом, отдельное отопление. Государство в качестве компенсации даже деньги выделило. 18 миллионов тенге. Только вот сами пострадавшие об этом даже и не слышали. Обещанного три года ждут. Так, по-моему, они ее и бросили, не закончив. 18 миллионов было бы. Не знаем, сколько средств. Я не знаю. И поэтому пришлось, ну, куда-то надо, где-то надо было жить. В конце концов, октябрь месяц. Холодало, не отопление, ничего нет. Люди начали печки ставить, в конце концов, свои. Ну, жить-то невозможно. Первый этаж, коммуникации все нарушены. Полностью был затоплен, вся квартира практически. Сегодня власти города, обвиняя в случившемся самих с жителем многоэтажки, пытаются законных хозяева в квартир лишить прав собственности. Однако в судебных заседаниях обвиняемая сторона участие не принимает. Вы знаете, они вообще с нами беседовать не желают. Обвиняют все, что мы бросили, все, что мы тут, извините меня, виноваты, что все развалилось. Там на это самое, мы не успевали в этот же день. Мародеры, мы только выскочили, понимаете. Мы только выскочили, когда погас свет, буквально сколько, полчаса или сколько там прошло. Уже по квартире с фонариком ходили. Муж когда бежал, хоть что-то туда взять. Мужика уже оттуда выгнали. Он ходил по квартирам, выбивал двери. Как выяснилось, акты обследования были подписаны Акиматом города Сарань в 2011 году, когда мощный взрыв произошел еще в 1998-м, что и остается странным. Однако представители Акимата утверждают совсем другое. Никто из жителей, по крайней мере, наш адрес с жалобом о восстановлении квартиры, собственных квартир, которые имеются в виду уцелели, имеются в виду, у которых остались в каркас, не обращались. В связи с чем в наш адрес многочисленные обращались жители рядом стоящих домов с просьбой привести в соответствие данный жилой фонд. Мы вынуждены были заактировать эти все квартиры, признали их, что они непригодны для жилья и направили исковое заявление в суд на те квартиры, которые в настоящее время непригодны. Теперь пострадавшие жители просят одного. Я приехала спустя два года. В паспортном столе мне отказали принять документы на удостоверение личности сыну по исполнению 16 лет. Паспортный стол сказал, что вашего подъезда не существует. Значит, есть указание, решение Акима за 1998 год. Просьба, чтобы эти все документы архивные были подняты. Также представители Акимата отмечают, что если квартиры аварийного дома будут переданы в коммунальную собственность, то госорганы будут готовить бюджетную заявку для восстановления многоэтажки. Затем квартиры будут передавать согласно очередности. Мирамгуль Салкимбаева, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.